Добрый вечер, добро пожаловать на шоу Такера Карлсона. Практически каждый в Америке переживает по поводу того, что происходит с обычными украинцами. Они не хотели этой войны, и они страдают по-настоящему, и у вас сердце не на месте. Вы переживаете из-за трагедии независимо от места, будь это Шри-Ланка или Украина. Так что вы переживаете. С другой стороны, в какой-то момент вы, возможно, спросили себя, почему это вторжение в далекую восточноевропейскую страну внезапно это самое главное из происходящего здесь, в Америке? Довольно странно, особенно учитывая все, через что мы проходим в США. И что там с реакцией Байдена на этот конфликт? Тоже довольно странный. Байден продолжает говорить нам, что санкции на энергетику сокрушат Путина. Но нет, это очевидно неправда. Путин в порядке. Рубль практически восстановился на уровне доконфликтного периода, что, конечно же, уничтожило российскую экономику и заставило ее вывести войска. А пока мы в США платим все больше и больше за бензин, благодаря санкциям. Так что Байден не вредит Владимиру Путину, Байден вредит американским гражданам. Зачем? В чем вообще дело? Первое, что вам нужно знать и помнить всегда, что ничто не влияет на общество сильнее, чем военные действия, даже в другой стране. Если вы хотите переформатировать общество, то вам нужен серьезный кризис для этого. Демократическим путем это не получится. Демократический процесс никогда не приведет вас к полному изменению, так как избиратели почти никогда не хотят системных изменений. Они хотят постепенного улучшения, именно поэтому они голосуют за одних и тех же людей год за годом. Они это делают, потому что радикально большие изменения пугают их. И они никогда не ищут глобальных, резких изменений своего образа жизни. Еще раз, если вы хотите революции, то вам нужно что-то чрезвычайное, чтобы ее оправдать. Давайте приведем пример. Скажем, вы хотите изменить двухсотлетнюю избирательную систему, чтобы она стала более уязвима для подтасовок, которые вы собираетесь сделать. Как вы вообще собираетесь это сделать? Точно не с помощью референдума? Нет. Вам, возможно, понадобится объявить чрезвычайную ситуацию из-за пандемии, а потом установить голосование по почте во имя борьбы с ней. Вам стоит попробовать, так как может сработать. Или другой пример. Как заполучить полный контроль над экономикой, работающей на нефти? Ну, для начала вам нужно разрушить существующую экономику, так как если вы дадите людям выбирать, чем обеспечивать работу своих машин, домов и бизнесов, немногие из них выберут ветряки. Нет. Они выберут то, что у них уже есть, нефть и газ. Так что вам надо забрать у них выбор этой возможности, нельзя дать им выбирать. И вы не можете сделать это демократическим путем, потому что ни одна легислатура не проголосует за такие изменения, так как они знают, что их избиратели не хотят этого. Вместо этого вы можете использовать военные действия где-нибудь в мире, чтобы объявить дефицит энергоресурсов в своей стране и сделать нефть недоступной обычному человеку. И в этом случае у людей не останется другого выбора, как переключиться на новую систему, которую совсем не случайно контролируете вы, ваши друзья и спонсоры. Так что это, возможно, единственный способ перейти на новый зеленый курс без необходимости проводить его через Конгресс. Думаете, именно это и происходит? Вам не хочется так думать. Вам не хочется думать, что ваше правительство намеренно усугубляет страдания десятков миллионов украинцев для того, чтобы захватить американскую энергетику. Но, похоже, именно это и происходит, и мы знаем об этом, потому что администрация сама, по сути, нам так сказала. На сегодняшний день около 80% электричества, используемого в этой стране для всего, идет из всего трех источников. Природный газ, уголь и ядерная энергия. Администрация Байдена обещала избавиться от всех трех. «Больше не будет угольных электростанций», — говорил Джо Байден во время своей кампании. Джон Керри, наш царь климата, согласен. «Никаких работающих угольных электростанций в США к 2030 году», — заявил он, не имея ни малейшего представления, чем мы будем обеспечивать города, полностью зависимые от угля. А вот Джо Байден, объясняющий, что электричество для вашего дома, города, электромобиля, совсем скоро будет идти от теплонасосов и солнечных панелей. По моему плану, рассматривающемуся в Конгрессе, мы сможем извлечь выгоду из следующего поколения электромобилей, в которых обычный водитель сбережет 80 долларов в месяц, не платя за бензин. Если ваш дом обеспечивается более безопасной, дешевой и чистой энергией от солнца или теплонасосов, вы можете сберечь в среднем 500 долларов в месяц. Вау. Итак, нам всего лишь нужно полностью изменить способ обеспечения энергии вашего дома. Мы должны избавиться от угля, газа и ядерной энергии, и вы сможете сберечь в среднем 500 долларов в месяц. Вам всего лишь надо поставить солнечные панели. Это просто. А откуда эти солнечные панели приходят? Ну, так получилось, что они приходят из Китая. Мы можем быть в этом уверены, потому что китайцы делают более 80% солнечных панелей в мире, то есть почти все. Так что мы будем зависимы еще больше от китайского производства, чем сейчас. По сути с китайцами, и нет больше электричества. Что ж, это риск, учитывая, что они презирают нас, но Байден говорит, это стоит того. Мы собираемся перевернуть всю экономику США и сделать себя полностью зависимыми от страны, которая хочет подсидеть нас, но вы сбережете 500 долларов в месяц по счетам. 500 долларов в месяц, не так уж и мало. Но вообще-то это неправда. Вскоре после речи Байдена в уже ставшем нам знакомом ритуале, Белый дом дал пояснение. Оказалось, что Байден хотел сказать, и если бы не его дряхлость, то сказал бы, что вы сбережете 500 долларов в год. Что ж, это одна двенадцатая от обещанного им, если мы развернем свое энергообеспечение Китаю, и так 500 долларов в год, а не в месяц. Он ошибся всего на 5500 долларов. С другой стороны, это хоть что-то. Может, хватит, чтобы заправить ваш городской внедорожник три раза. Смотрите. Заправка своего Кадиллака Эскалейт 2021 обходится предпринимателю Мо Хасану в 140 долларов каждые два дня, когда он ездит по улицам Южной Калифорнии. Цены очень зависимы от места покупки. На многих станциях цена гораздо выше 7 долларов за галлон. Все еще высшая по стране. Хотя и снизилась на пару центов недавно. Едва ли это значимо. А, это всего лишь 750 за галлон. Не велика беда. Так всегда было. А нет, не было. Очень скоро они вам так и заявят, но мы хотим сказать под запись, что это неправда. В 2018-м, что не так давно, средняя цена за галлон в штате Калифорния, самом дорогом в стране, была 3,60. За галлон. А теперь она удвоилась. Как это случилось? Связано ли это как-то с обещанием нынешнего президента, цитата, «поэтапно избавиться от ископаемого топлива навсегда»? Бензин — ископаемое топливо. Он хочет от него избавиться. Так что вас не должно удивлять, что он подорожал. Или... Может, это вина Владимира Путина? Это делает Путин? Вот что нашел про Эгер Ю. Они поговорили с людьми, которые покупают бензин. Смотрите. Почему, как вы считаете, цены на бензин так высоки? Ну, может. Я думаю, частично это из-за санкций на Россию. Соединенные Штаты перестали импортировать российскую нефть или еще что-то. Я не знаю все детали в точности, но это то, что я считаю. Частично это, конечно, так. Многое из этого, из-за того, что Америка энергонезависима, мы не производим больше так много своих энергоресурсов. Но российская нефть — это всего 3% от американской. Цена на бензин росла и до российской нефти. Если бы у нас была своя энергия, свое производство нефти. Да, так было бы гораздо проще и гораздо надежнее. Да. Это очень интересная мысль. Я не думал об этом раньше. Это очень интересный ответ, что это как-то связано с Россией. Им сказали, что это Путин виноват. Типа, вы знаете, что есть связь между санкциями против России и нашими ценами на бензин. Чего они не понимают, что все гораздо сложнее. Они обвиняют Россию. Так что есть причина, по которой люди, проталкивающие военный конфликт, так его любят. Он полное оправдание той катастрофе, которой они привели, которая выгодна им. Но если вы посмотрите на цифры, то увидите, что происходит нечто большее, чем военные действия на Украине. В феврале 2021-го, через год после начала пандемии и через месяц после ухода Трампа, средняя цена на бензин в США была 2,50. С тех пор цена на бензин продолжала расти. В ноябре, за месяц до российского вторжения, средняя за галлон была 3,39. Так что нет, это сделал не украинский конфликт, это сделал не Путин. Да и Путин не сам на себя наложил санкции. Подорожание энергии — это прямой и намеренный результат политики Белого дома. Вся суть этой политики — сделать невозможной для вас использовать ископаемое топливо, так как вы не сможете себе этого позволить. А потом заменить то ископаемое топливо, которое вы еще можете себе позволить, новой зеленой энергией, которую вам придется теперь использовать. Они, по сути, говорят об этом вслух. Вот спикер палаты, третья после президента Нэнси Пелоси. Посмотрите, как она объясняет, что хотя, возможно, мы и могли бы исправить эту проблему, производя больше собственной энергии в Штатах, которая у нас есть, которая основа нашего благополучия, мы не собираемся это делать, ведь дешевая нефть обесценит инвестиции ее семьи в возобновляемые источники. Извините, мы не это имели в виду? Мы хотели сказать, что дешевая нефть уничтожит планету. Мы не можем позволить индустрии ископаемого топлива использовать это как оправдание, чтобы развернуть все, что мы делаем для спасения планеты. Вы слышали? Все, что мы делаем для спасения планеты. Именно эти люди председательствуют в самом грязном штате из всех 50 в Калифорнии. Которые даже не выходят наружу, кроме как в свой огороженный сад. Которые ничего не знают об окружающей среде, которым на нее наплевать, которые ее загрязняют и которые повышают вам цены на бензин во имя окружающей среды, чтобы их семьи становились богаче. Мы не можем прекратить делать то, что мы делаем. Она только что сказала это прямо по-английски. Мы делаем это, что так и есть. Итак, это та самая дама с кучей недвижимости по всей стране, которая, хвастаясь своим холодильником за 30 тысяч долларов, говорит вам, что вам надо смириться и быть нищими во имя планеты, на которую ей самой наплевать. Так кому же это выгодно? Китаю. Мы уже говорили вам об этом. Это очевидно. Но спонсорам администрации Байдена тоже это выгодно. И одна из них — это секретарь энергетики Дженнифер Гренхольм. Благодаря данным из Вашингтонского маяка свободы, за которое мы благодарны, мы знаем, что Дженнифер Гренхольм держит миллионы в акциях так называемых зеленых компаний в то время, как работает секретарем энергетики. Итак, ты держишь акции энергетиков, в то время, как ты секретарь энергетики. Хм, где же Министерство юстиции? Дженнифер Гренхольм не продала эти активы даже после того, как заняла офис. Это конфликт интересов? Конечно же, это преступление. Но Гренхольм, похоже, не обеспокоена. Она знает, что никогда ни в чем не будет обвинена. Администрация Байдена также не обеспокоена. В этом вся суть. Сделать своих спонсоров богаче, спасая планету. Дженнифер Гренхольм все еще управляет Министерством энергетики. Вот она объясняет, что ее портфель бумаг вырастет в цене, если мы декарбонизируем индустрию полезных ископаемых. Смотрите. Мы хотим инвестировать в возобновляемую энергию, в технологии, которые декарбонизируют индустрию полезных ископаемых. Стать энергозависимыми с чистой энергией – это стратегия на среднюю и долгосрочную перспективу. Итак, это, похоже, ответ на одну из существующих загадок. Почему они назначили того секретарем энергетики, кто ничего не знает об энергетике? Ничего не знает об этом бизнесе, не в курсе об энергообеспечении, даже не знает, как ваш айфон заряжается за ночь. Ничего из этого. И вместе с тем она секретарь энергетики? А, потому что это инвестиционное мошенничество, и они все в нем. Прямо сейчас проверьте инвестиции в возобновляемую энергию. С момента, как искусственно созданный Джо Байденом энергокризис начался. И вы увидите, что это сейчас растущий рынок. Кто же выгодоприобретатель? Верно. Люди типа Дженнифер Гренхельм. Она хочет заставить вас субсидировать ее инвестиции. Это стратегия на среднюю и долгосрочную перспективу. И ни один кризис за последнее десятилетие не давал им лучшего прикрытия, чем вторжение в государство-клиент Украину, которую Дженнифер Гренхельм даже не найдет на карте. Есть причина их внимания на Украину. И это дать вам новый зеленый курс. Субтитры подогнал «Симон»